Наши сосуды подобны трубам, на стенках которых со временем появляются накипь и отложения, уменьшающие их просвет. Каким образом засоряется наше кровяное русло, почему развивается атеросклероз и как этому противостоять, поговорим сегодня в программе «Будьте здоровы». Здравствуйте, с вами Ирина Заикина. Атеросклероз описал еще автор таинственной и прекрасной Моны Лизы, великий художник и ученый эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Работая в анатомическом театре, он заинтересовался необычным поражением сосудов, просвет которых был едва заметен, а на стенах белели наросты. С тех пор прошло пять столетий, и сегодня атеросклероз считается основной причиной развития инфарктов, инсультов и тромбозов сосудов, причем не только у людей пожилого возраста. Атеросклеротические изменения в сосудах неизбежно возникают у всех людей. Чем старше человек, тем вероятность выраженного атеросклероза выше. И все же зависимость от возраста непрямая, говорят медики. Многое значит образ жизни, физическая активность, питание, наличие вредных привычек. Достаточно распространенное вот это состояние, особенно это бит считается нашего века, потому что мы живем в достаточно напряженном ритме, малодинамичные, все в стрессе. Вот, это все способствует, конечно, развитию. Есть люди, у которых в 40 лет сосуды уже изношены до критического уровня. А есть те, у кого и 80 изменения сосудистой стенки не настолько сильные, чтобы привести к катастрофе. Развитие атеросклероза, его присутствие или отсутствие, это все-таки генетика. Сосудистое поражение у родителей, у бабушек, у дедушек, это ранее, допустим, инфаркты или, допустим, инсульты, или какие-то беспричинные потери сознания, различные нарушения ритма сердечного. Вот, допустим, если человек знает, что у его родственников какие-то похожие проблемы есть, он четко должен для себя понимать, что в более раннем возрасте он должен контролировать уровень холестерина, он должен контролировать уровень сахара, потому что сахарный диабет способствует достаточно быстрому развитию атеросклероза. Вот, естественно, модифицировать свой образ жизни и, скорее всего, вот для такого пациента это будет прием статинов. Холестерин нам необходим. Он входит в состав оболочки нервных волокон и обеспечивает работу нервной системы. Участвует в выработке половых гормонов, помогает в усвоении витаминов. Например, при травмах облегчает всасывание витамина К, который регулирует свертываемость крови и позволяет остановить кровотечение. Но холестерин, наш друг, только если его уровень в крови составляет не более 5,5 ммл, а повышенный уровень вызывает атеросклероз. Проходил медосмотр, был обнаружен повышенный уровень холестерина. Врач порекомендовал еще раз провести либо повторное через какое-то время, либо еще дополнительное обследование, в частности, ультразвуковое обследование. Повторное, когда я сделал анализ на холестерин, тоже был повышенный, я тогда прошел в УЗИ нижних верхних конечностей сосудов шеи, головы. И, в принципе, в нижней конечности в 2015 году будут обнаружены зачатки образования холестериновых дяшек. Избыток холестерина накапливается на стенках кровеносных сосудов. Вокруг этих отложений разрастается соединительная ткань, образуется отложение кальция. Так возникает атеросклеротическая бляшка. Она сужает просвет сосуда и снижает кровоток. Атеросклеротические бляшки могут быть локальные, могут быть диффузные и продолжительные. И в зависимости от размеров бляшки мы различаем различные степени стенозы. Это практически одинаковые критерии, что для поражения сосудов головного мозга или, допустим, сердечной или нижней конечности брюшной аорты. Первенство по распространенности холестериновых бляшек держат мужчины. Мужчины болеют гораздо чаще. Мы так устроены. У женщин есть женские половые гормоны, эстрогены. Они нас защищают от развития различных сердечно-судистых заболеваний. Там сложный цикл. И женщины, как правило, детородного возраста, они не подвержены ни инфарктам, ни инсультам. Потому что их вот эти женские половые гормоны, они сохраняют у нас здоровье, потому что мы должны родить здоровое поколение. Мужчины у нас генетически это добытчик, охотник и воин. Это при том было много-много веков. Это генетически все это отработано. Сейчас, вот последние 100 лет у нас мужчины, ну, в большинстве случаев, да, у них получается более спокойная жизнь. А выброс адреналина происходит, и многие, допустим, курят. Курение вообще провоцирует развитие атеросклероза. Вот. И вот этот неинактивированный адреналин, он как раз-таки способствует нарушению липидного обмена. Атеросклероз до поры до времени незаметен. Симптомы болезни, которые он порождает, проявляются, когда сосуды уже значительно перекрыты. Начинается это заболевание из-под вали. Вот уже, допустим, артерии поражены, кровоток еще сохранен. Вот. Никаких симптомов не появляется. Человек ведет свой обычный образ жизни, справляется с физической нагрузкой, там, или со своими рабочими какими-то моментами. Вот. А когда уже появляются симптомы заболевания, как правило, это уже свидетельствует о том, что присутствует какая-то хроническая ишемия. Это будет стенокардия напряжения, допустим, если поражается сердце. Или, допустим, энцефалопатия, когда поражаются засуды головного мозга. Атеросклероз многие воспринимают как примету старения, от которой никуда не денешься. Такой подход ошибочен. Начинать борьбу с заболеванием надо еще до первых симптомов. Для этого контролировать факторы риска, которые способствуют развитию болезни. Начать диагностику состояния сосудов стоит с визита к терапевту. Врач назначит необходимые анализы и направит к узким специалистам для консультации и дальнейшего обследования. Диагностика атеросклероза начинается с анализа крови, с помощью которого определяет уровень холестерина. В норме, подчеркнем еще раз, он не должен превышать с 5,5 ммол на литр. Обязательно сдача холестерина, липидного спектра, учитывая того, что уже есть повышенный холестерин, мы смотрим также и за другими показателями. Терапевт может дать направление на УЗИ сердца, кардиограмму, расширать вам остальные все показатели. Высокое давление – это тоже звонок, что необходимо обследование. А если еще старшие родственники были сердечниками или пережили инсульт, то тем более нужно задуматься о риске развития атеросклероза. Следующим шагом будет уже сканирование, дуплексное сканирование сосудов. Мы практически сейчас можем просмотреть все. Это сосуды верхних конечностей, нижних конечностей, брюшную аорту. Мы делаем эхокардиографию, делаем дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий. Ультразвуковая диагностика помогает оценить состояние и проходимость сосудов. В первую очередь обследуется брахиоцефальной артерии, которые выполняют важную функцию – снабжают кровью головной мозг. Почему мы смотрим именно этот сосуд? Он располагается очень близко от кожи, то есть мы можем использовать высокочастотный датчик, и этот комплекс интимомедиа нам просто здесь будет более адекватно замерить. Проще, чем на тот же бедренной артерии. Она располагается глубже. И вообще, конечно, с артериальным руслом мы можем посмотреть практически в любом месте и оценить проходимость, наличие атеросклеротических бляшек, наличие остановок. С помощью ультразвука врач определяет особенности расположения артерий, отслеживает изменения их диаметра и просвета, детально изучает сосудистую стенку. Сосудистая стенка состоит из трех слоев. Это адвентиция, наружная медиа-внутренняя, медиа-средняя и интима-внутренняя оболочка. В случае атеросклероза первым предиктором является утолщение комплекса интимомедиа, то есть утолщение внутренней и средней стенки. И этот же показатель используется при различных скалах тратификации риска сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря ультразвуковому исследованию удается контролировать состояние сосудов, изгибы, сужение и деформацию стенок, определять показатели кровотока и своевременно диагностировать атеросклеротические бляшки. Стеноз – это сужение артерии за счет атеросклеротической бляшки. То есть место, где повреждается сосудистая стенка, место, где начинается воспаление, там откладываются жиры, которые путешествуют по нашему кровеному руслу и вызывают сужение сосуда. На сегодняшний день УЗИ брахиоцефальных артерий проводится в рамках второго этапа диспансеризации. Медики подчеркивают, что именно профилактические осмотры играют важную роль в ранней диагностике атеросклероза. Настолько отработана методика обследования пациента, как раз таки обследуются самые важные показатели. Это сахар крови, холестерин, некоторым обследуют там, допустим, печеночные пробы, что будет свидетельствовать о каких-то метаболических нарушениях. Записывается электрокардиограмма, на которую уже можно будет посмотреть, какие-то поражения мышц есть или нет. Это будут базовые исследования. Если по результатам обследований определён высокий риск развития атеросклероза, пациент попадает во вторую группу здоровья, которую врачи берут под особый контроль. К сожалению, образовавшиеся атеросклеротические бляшки не рассосутся. И разговоры на тему растворяющих их чудодейственных препаратов к реальности отношения не имеют. Можно только замедлить процесс увеличения бляшек. А главное – предотвратить опасные для здоровья осложнения атеросклероза. К счастью, атеросклероз очень отзывчив на немедикаментозные средства лечения и профилактики. У нас очень благодарный организм. На любые наши желания помочь ему оздоровиться он очень хорошо всегда откликается. Поэтому образ жизни мы начнём всегда. С образа жизни – это двигательная активность, диета. Очень важен эмоциональный фон, потому что у позитивного человека очень много вырабатывается эндорфинов. А эндорфины, у них там цепочка идёт, и очень хороший внутренний гомеостаз нормализуется. За счёт этого уходят сосудистые спазмы и всё такое. Улучшается общее кровообращение организма. Развитие атеросклероза можно и нужно держать под контролем. Чтобы сосуды не забивались жировыми отложениями, соблюдать энергетическое равновесие питания. Это значит, что энергетическая ценность пищи должна равняться за тратом. Вес очень играет большую роль. Вес, то есть нормализация веса. То есть максимально достичь цифр, чтобы это было не ожирение. Ожирение у нас уже начинается, когда он с индекс массы тела, да, с 30 уже идёт квадратный метр. То есть очень тоже играет важную роль. И, конечно же, абдоминальное ожирение. На что именно стоит обратить? Не просто общая избыточная масса тела или ожирение, а именно абдоминальное. Потому что есть определённое тоже, вот когда мы измеряем объём талии как женщинам, так и мужчинам, чтобы не было боли всё-таки 94-98 сантиметров. Мы стараемся отдыхать, мы исключаем недосыпы. То есть мы пытаемся наладить свой режим сна, отдыха, бодрствования. Избегаем стрессовых ситуаций. Я обращался к терапевту, который, в принципе, посоветовал придерживаться здорового образа жизни, правильного питания. То есть, в принципе, им нужна специальная антиплестеринная диета. То есть это пониженное содержание пластерина, то есть мясо, придерживаться активного образа жизни. То есть всё такое. То есть как бы лекарств как таковых нет на этой стадии. Просто надо изменить образ жизни. Что в принципе довольно высокое. Недостаток физической активности – настоящий бич современного общества. Для профилактики атеросклероза отличным решением станут такие виды активности, как быстрая ходьба, лёгкий бег, езда на велосипеде, плавание, лыжи. В случае с атеросклерозом – это самая главная регулярность занятий. Так как заболевание протекает как хроническое, нужно заниматься постоянно. Нагрузку регулируем тоже от физического функционального состояния организма, то есть от простого к сложному. Начиная ходьбу с 5 км со скоростью 4-5 км в час и доводя её до 8-10 км в час, скорость постепенно увеличиваем. При выборе физических нагрузок учитывают возраст пациента, степень подготовки, стадию атеросклероза, сопутствующей болезни. Гимнастику начинают с разогрева, плавной растяжки мышц. Нельзя резко поворачиваться, менять положение тела, быстро приседать или наклоняться. Движения должны быть медленными, плавными, без рывков. Постепенно нагрузки можно увеличивать. Нагружать нужно вообще весь организм. Чередуются упражнения на мелкие суставы, на крупные суставы, также присутствуют обязательно дыхательные упражнения. Их нужно чередовать, то есть нагрузка должна быть на весь организм. Если нагрузка подобрана правильно, после гимнастики чувствуется подъём сил, улучшается настроение. Тренировки обязательно нужно совмещать с диетой, режимом дня, отказаться от вредных привычек. Результат пока как бы радует, что в принципе на одной той же стабильности находится, то есть это на той же развитии, на той же стадии. Но есть задача ещё больше снизить её. Конечно, это очень важно. В этом плане я даже обратил внимание, вот я говорю, вместо психолога тоже можно даже рассмотреть нашу религиозную сторону, вот великие посты позволяют, так сказать, вести правильный образ жизни. Если, конечно, ничего не делать, он будет быстрее развиваться, с нарастающей кляшки будут закупоривать сосуды, потом уже хирургическое вмешательство и все такие. Так сказать, каких-то конкретных сроков нет. Но это, как бы, первый звонок для того, чтобы действительно обратить внимание на своё здоровье. Проявления атеросклероза многолики и заметны в основном на серьёзных стадиях, подчёркивают врачи. Поэтому заниматься профилактикой лучше на фоне регулярных медицинских обследований. Конечно, эпидемия коронавируса сегодня диктует правила поведения и тем, кто здоров, и тем, кто страдает различными недугами. Однако домашний режим не исключает соблюдения назначенных врачом рекомендаций. Вирусы приходят и уходят, а заботиться о здоровье нужно всегда. Берегите себя и будьте здоровы! Увидимся на телеканале Вектор! Субтитры создавал DimaTorzok